Всем привет дорогие друзья, вы на канале LinHustle и это ролик прям как бы с заделом на будущее, потому что думаю это будет все популярнее и популярнее становиться и актуальнее и актуальнее. Сейчас я расскажу как за 2 минуты купить криптовалюту в интернете минимальную сумму, то есть не нужно использовать никакие обенники где-то минималка 3000 рублей. Я просто расскажу как это сделать прям внутри телеграмма в 2 счета. Итак, ну во-первых саму инструкцию я выкладывал еще 9 июня в своем чате, можете на него тоже подписаться, войти в него там иногда, ну в общем там есть раздел с вопросами, где я отвечаю на ваши вопросы абсолютно бесплатно. Ну и не забывайте конечно же про мой канал по криптовалюте и таполкам, на все будут ссылки в описании. Итак, переходим по ссылке вот на это сообщение, я оставлю на него сообщение и здесь есть ссылка на криптоботы, через которую мы будем покупать. Этот бот зарекомендовал себя за много лет работы как лучшая биржа в телеграмме и собственно таковой она и остается. Итак, давайте запустим его, вот как видите миллион 800 юзеров просто только за месяц взаимодействуют с ботом, это огромное число людей для такого типа ботов как биржа. Итак, запускаем, здесь у нас максимально простой интерфейс и максимально все просто. Итак, давайте мы будем покупать, я сделаю наверное отдельный ролик и в этот раз я расскажу как купить. Итак, купить, выбираем нашу валюту, если вы из другой страны, не из России или же у вас просто другая валюта, выбирайте, тут хоть бразильский, забыл как называть, реал, бразильский реал можете выбрать. Итак, выбираем рубль и я хотел бы купить тон, для того чтобы подготовиться например к аэрдропам на блокчейне тон, я буду покупать тоны. Можете купить USDT, грамм, ноткоины, что угодно, тут просто огромный выбор, значит для внутренней биржи телеграммы тут есть реально все необходимое. Итак, выбираем тон, выбираем площадку через которую, ну систему платежную, через которую мы будем оплачивать. В принципе, чем они отличаются? По цене разницы особо не будет, потому что мы увидим настоящие цены как только зайдем внутрь. Ну, а в СПБ просто больше вариантов у кого можно купить. Вот видите, 60, сейчас человек готовый нам продать. Итак, сверху вниз расположены, значит, наиболее выгодные цены, то есть вот, человек готов продать по 580, кто-то по 584, мы разумеется выбираем верхнего человека и внимательно тут читаем. Ну, способ оплаты и срок это везде одинаково стоит. Условия сделки, комментарии к платежу обязательно, покупка тон плюс 4 последние цифры сделки, то бишь вот это. Сейчас мы с этим всем разберемся. Итак, нажимаем купить тон. Чтобы создать свою первую сделку, вы должны ознакомиться и принять правила. Можете прочитать, там у них ничего такого нет. Я уже не первый год использую этого бота, просто на другом аккаунте. Окей, нажимаем хорошо. Нам тут объясняют все эти правила, обязательно это прочитайте еще, когда будете сами, потому что для меня это уже все понятно. Там просто пишется, что надо быть внимательным. Итак, все, значит, да, пришлите, да, я подтверждаю. Присылаем в ответ. Все, теперь нам открыт доступ к бирже. Нажимаем купить тон. Я буду покупать один тон. Давайте отправляем, создать сделку. Продавец сейчас занят. Это даже хорошо, что так произошло, поскольку в этом ничего такого нет. И это будет происходить постоянно, чтобы вы не пугались. Окей, опять нажимаем P2P. Нажимаем купить. Нажимаем тонкоин. Система быстрых платежей. И выбираем другого человека, например, вот его. Купить тон. Тон. Указываем тон. Один. Значит, сумма не может быть меньше восьми тон. Как видите, человек не готов продать. Ну, хорошо. Не готов, так не готов, потому что, вот, видите, от пяти тысяч. А кто-то от 100 рублей. Вот, от 100 рублей человек готов. Давайте у него купим. Убираем один тон. Создать сделку. Все. Теперь мы ждем, когда продавец кинет свои реквизиты. В чем суть? Вас невозможно обмануть, потому что на его аккаунте до того, как сделка завершится, будут эти средства заморожены. И если вы реально перевели деньги, то поддержка, разумеется, будет на вашей стороне, если такое случится. Я вам говорю, более 200 или 200 раз я пользовался этим ботом, и у меня ни разу не возникла такая ситуация, что я открывал спор, и человек либо не отправил деньги мне, либо я ему. И там что-то не дошло. Такого ни разу не было. Окей. Продавец отказался от сделки. Ничего страшного. Мы опять нажимаем P2P. Мы нажимаем купить. Нажимаем тонкоин. И выбираем систему быстрых платежей. Выбираем какого-нибудь человека. Вот этого. И нажимаем купить. Указываем один тон. Создать. И, как видите, он сейчас занят. Ну что ж, я вернусь, как только, значит, найду продавца. Итак, друзья, нашел я продавца. Кстати, 1495 отзывов. Ультранадежно. Итак, продавец принял сделку. Отправьте оплату через Т-банк. Нажимаем посмотреть сделку. И, как видите, здесь реквизиты указаны. Условия сделки. После оплаты скиньте чек. На комментарии пишите, купи машину, возврат долга, купи что хочешь или претензий не имею и так далее. Зачем это нужно? Все очень просто. Делается это для того, чтобы по новому закону любой человек может просто обратиться в полицию и заявить на вас, якобы вы мошенник. И ваши счета заблокируются. Ну, не в полицию, а просто написать там в Центробанк или что-то такое. И, если у вас будут необоснованные переводы, вас не разблокируют. И для этого, для того, чтобы вот таких левых переводов не было, это и делается. Нужно написать, что я, например, возвращаю и долг. Итак, давайте копирую реквизиты. Я просто буду, разумеется, от телефона делать, чтобы было удобно. И, значит, забыли комментарии, скинь еще 100 ре. Ну, то есть, комментарии я забывать, разумеется, не собираюсь. Итак, по номеру карты перевожу. Все, вставляю. Нужно перевести 609. И претензий не имею. Надо написать комментарий. Окей, пишу. Претензий не имею. И все. Так, давайте перевожу 609 рублей. 609. Отправил. Все. Теперь я скидываю ему чек. Сейчас я сам себе скину. И отправлю его ему. Так, все. Чек я себе скинул. Вот он у меня есть. Сейчас я себе перенесу это на рабочий стол. Все. Ну, с телефона это вообще еще все проще делается. Итак, здесь, значит, нажимаем написать сообщение. Ну, во-первых, далеко не все запрашивают чек. Но я ему скину. Окей, чек скинул. И нажимаю оплата отправлена. Вы подтверждаете? Да, подтверждаю. Все. Теперь мы просто ждем, когда на наш кошелек поступят тонны. Они сейчас поступят. Поскольку, знаете, тут как бы вариантов у него нет. Он в любом случае будет обязан принять. Потому что я все сделал правильно 100%. И если вы соблюдаете условия сделки, которые тут написаны. То, что человек просит. Потому что для многих это реально важно. Чтобы ты скинул чек. Чтобы ты написал. То все будет в порядке. А если же ты не соблюдаешь условия сделки. Извини. Принимая условия сделки, ты автоматически с ними соглашаешься. То есть, если ты принял и отправил оплату. Значит, ты с условиями сделки согласен. Поэтому будьте внимательны, когда это делаете. Итак, ждем, когда продавец подтвердит оплату. Итак, прошло всего несколько секунд. И мы уже получили подтверждение. И еще и положительный отзыв. Отлично. Все очень просто. Все. Вы получили один тонн. Открыть кошелек. Открываем. И у нас на балансе лежит один тонн. Что вы скажете? А что мне с ним делать? Он криптоботе. Ну, во-первых. Вы можете его в точности так же использовать, как и обычные кошельки. Потому что здесь все надежно абсолютно. И никаких проблем не возникнет. Но вы можете вывести его условно на свой тонн кипер. Нажимаем вывести. Нажимаем тонн. Выбираем тонн сеть. И вводим адрес. Итак, давайте я даже реально скину на свой тонн кипер, чтобы показать вам, что это реально так. Смотрим. Значит, успешно выведены и отправлены на адрес. Давайте посмотрим эту транзакцию. И посмотрим, отправлены ли они. Да, вот, видите, 0,9 тонна было отправлено на наш кошелек. Ну, все отлично. Вы можете это использовать. Видите, транзакция подтверждена. И я получил свои средства на кошелек. Огромное всем спасибо за просмотр. Следующий ролик я постараюсь быстро снять о том, как продать криптовалюту. И думаю, с этим никаких проблем не возникнет. Все, спасибо. Всем пока.